Прошедшая недавно в городе научно-практическая конференция определила Губкинский как перспективную площадку для реализации инновационных проектов, в том числе и с привлечением малого и среднего бизнеса. Сегодня в городе 43% трудоспособного населения работает в этой сфере. Перспективным направлением становится сотрудничество и реализация проектов на площадках крупного бизнеса. Но для любого взаимодействия важен результат. Нам нужно объединять усилия. Есть вопросы, есть проблемы. Их аккумулирует, допустим, Губкинский союз предпринимателей. Мой первый заместитель в направлении ведет, обсуждается, вносится, отрабатываются те вопросы, которые необходимо на таких мероприятиях обсудить нам вместе с вами. Такие встречи позволяют скорректировать направление развития города, рассматривать и внедрять новые проекты. Для поддержки малого и среднего бизнеса новый антикризисный план представил директор инновационно-технологического центра «Старт» Андрей Селезнев. Одно из ключевых направлений – взаимодействие с Губкинским союзом предпринимателей. Мы пересмотрели формы контрактов на аренду объектов ТЦ «Старта». У нас будет система предоплаты, но с гораздо более, скажем так, лояльными условиями. Если у предпринимательства есть какие-либо идеи, есть какое-то желание, если вы видите, как мы можем совместно взаимодействовать, вы, пожалуйста, обращайтесь напрямую ко мне, мы с вами будем персонально, индивидуально общаться. Эксплуатировать ресурсы ИТЦ «Старт» возможно на льготных условиях. Тем самым будет обеспечена эффективная работа предпринимателя и удовлетворены потребности населения. При этом воспользоваться ресурсами фонда микрофинансирования можно будет прямо в Губкинском. Создание благоприятных условий позволит привлечь бизнес и новые молодые силы. О перспективах развития фонда «Молодость и опыт» рассказала Альфия Пичугина. Есть и предприниматели, которые готовы поделиться своим опытом, рассказать о молодежи. Есть человек, который может привлечь сюда молодежь, чтобы было интересно, приведена эта площадка. Работу по привлечению молодежи и ее взаимодействию с Городским союзом предпринимателей решено было поручить Галине Чувелевой. Дальнейшее развитие такого сотрудничества позволит молодому поколению наравне с городским сообществом активно участвовать в решении актуальных проблем. Любой пришедший сюда предприниматель, неважно, входит он в союз предпринимателей или нет, и зовем мы всех, чтобы можно было выразить именно в такой легкой обстановке какую-то озабоченность какой-нибудь проблемой городской. Это очень положительно влияет на развитие отношений власти, граждан нашего города и предпринимателей. Почаще нужны такие встречи. В рамках встречи предприниматели передали для городской больницы четыре специальных костюма для детей больных ДЦП. За свое активное участие в жизни Губкинского союз предпринимателей получил благодарность от администрации города. Ирина Заикина, Денис Гин, Новости Губкинского. Спасибо. Спасибо. Спасибо.